Хотелось бы сегодня рассказать о создании самарского научно-промышленного ракетно-космического комплекса. Довольно-таки сложное такое название, но если сократить, можно сказать о Самаре как о ракетно-космическом центре нашей страны и, в общем-то, единственным на данный момент в мире центре, который производит ракеты-носители для пилотируемой космонавтики. Пока ни у Соединенных Штатов с завершением у них программы «Шаттл», ни у Европейского космического агентства никаких ракетно-носителей, которые могли бы доставлять космонавтов к Международной космической станции, нет. Поэтому те ракеты делаются у нас. И сегодня мы поговорим о том, как же так получилось, что в Самаре такое значимое мировое производство стало возможным. После завершения Великой Отечественной войны, противостояния между Соединенными Штатами и их союзниками с одной стороны и Советским Союзом с другой, это противостояние не могло носить горячего характера. И у нас с 1946 года, знаменитой речью Черкер и Пултоне, начинается холодная война. Это противостояние двух сутродержав в военно-технической сфере и военно-политической противостоянии. Дело в том, что Соединенные Штаты на тот момент, на момент завершения войны, обладали ядерным зарядом. И, естественно, могли нанести Советскому Союзу непоправимый урод. Просто-напросто разборьбить, и на этом все противостояние закончилось. Советский Союз мог направить на сторону противника только сухопутные силы. Поэтому необходимо было как-то уравновесить это противостояние военно-техническое. И в Советском Союзе начинаются разработки ракетной техники, межконтинентальных баллистических ракет. С середины 50-х это становится основным направлением деятельности по двум темам. Ну, вот здесь на слайде у нас ведущие конструкторы. Это Сергей Павлович Королёв, Семёнов Алексеевич Лавочкин и Владимир Михайлович Мясичев. Все основные работы велись под руководством ОКБ-1 Королёва. Он, в общем-то, обозначил тогда две основные темы. Это создание межконтинентальных баллистических ракет с дальностью 8 тысяч километров. И вторая тема — это создание крылатых ракет, тоже с дальностью 8 тысяч километров. Владимир Михайлович Мясичев занимался конструированием ракетопланов, ну, в общем-то, таких космических самолетов. Все разработки и по теме Т-1, и по теме Т-2, они осуществлялись самыми. По тему Т-2 крылатой ракеты «Буля» вел Семёнов Алексеевич Лавочкин. Тему Т-1 ракета Т-7 вел Сергей Павлович Королёв. Вот перед нами ракета Т-7, которая была сконструирована в ОКБ-1 и для серийного производства была передана сюда, в Куйбышев. Но тут много очень интересных моментов, почему именно в Куйбышев, почему именно выбраны были наши предприятия. Шла достаточно серьезная борьба в госплане СССР между двумя совнархозами. На тот момент в СССР была проведена реформа управления промышленностью, были введены так называемые совнархозы, которые должны были в рамках отдельных областей концентрировать все промышленное производство. И планирование осуществлялось именно в рамках совнархоза. Куйбышевский совнархоз претендовал на развертывание производства ракет Р-7 так же, как и Омский совнархоз. То есть, в принципе, сейчас таким ракетно-космическим центром мог бы стать Омск, а не Самара. Но тогда, вот вы все знаете, на Самарской площади у нас стоит памятник Дмитрию Федоровичу Устину, который, взвесив все за и против, решил все-таки предложить именно Куйбышев в качестве центра по созданию ракеты Р-7. Здесь у нас существовало несколько крупных предприятий. Это завод «Прогресс» с численностью 18 тысяч человек, завод «Авиационный» с численностью более 20 тысяч человек и завод «Фрунзе» более 30 тысяч человек. Все они реализовывали разработки такого конструктора, как Андрей Туполев. Создавали самолеты Ту-16, двигатели к ним. И сложилась такая ситуация, что Туполевский завод основной располагался в Казани. А наши предприятия выполняли такую вспомогательную функцию. И заказов к 1957 году, к времени завершения летных испытаний ракеты Р-7, то есть формирования научно-технических предпосылок развертывания серийного производства Р-7, к этому моменту заводы просто-напросто не были загружены заказами. И вот такая огромная масса людей, мы с вами видели, да, 18, 20 тысяч, 30, ну почти 100 тысяч человек там, могла оказаться просто без работы, да, что в условиях плановой экономики, в условиях социализма практически было невозможно. Поэтому посмотрели на расположение Куйбышева, который четко располагался по линии Москва-Байконур, и московским конструкторам не нужно было лететь сначала в Омск, да, в Сибирь, и потом возвращаться на Байконур, а здесь, в общем, прямая дорога. Здесь были развиты транспортные пути, железная дорога была подведена, речной транспорт, воздушный транспорт, но достаточно сказать, что аэродром авиационного и завода «Прогресс», это те два завода, которые стоят, ну, так скажем, через забор, на этот аэродром приземлялись самолеты Сергея Павловича Королева, приземлялись самолеты первых космонавтов, которых встречали заводчане. Очень интересные воспоминания по этому поводу есть в музеях этих предприятий. Но мы с вами говорим о начале производства немножко раньше, до 2 января 1958 года, то есть официального начала производства ракеты Р-7 на территории Куйбышской области. До этого момента, то есть в следующем году мы будем с вами праздновать юбилей, создание нашего самарского ракетно-космического центра, было начато производство ракеты «Буря». Вот посмотрите, она имела такую конструкцию очень интересную, да, это самолет, но, по сути, коренной перестройки производства ракета «Буря» она не требовала, и с ее началом было всего у нас в Куйбышеве произведено 19 экземпляров, которые были испытаны, а остальные экземпляры, еще там порядка 16 экземпляров, использовались уже войсками в качестве мишени. Вот эта ракета «Буря» сначала производилась на заводе «Прогресс», потом на авиационном двигателе делались на заводе «Фронза», потом все было передано на завод «Металлист». К моменту образования самарского центра в 1958 году на территории области Куйбышевской было только одно самостоятельное конструкторское бюро. Это авиационное конструкторское бюро ОКБ-276 Николая Дмитриевича Кузнецова. К работам по ракетно-космической тематике оно будет привлечено в 1959 году, когда будет, ну, наверное, впервые в истории советской ракетно-космической техники объявлен своеобразный тендер на проектирование двигателей к ракете «Р-9». И в этом тендере участвовал Кузнецов. По воспоминаниям Дмитрия Ильича Козлова, человека, который, я думаю, известен в Самаре-Каршину, двигатели Кузнецова на тот момент были лучше тех, которые предложил Глушко. Но все-таки эту тему выиграл именно в лице Петрович Глушко. Дмитрий Ильич Козлов. Он приезжает в Самару в феврале 1958 года как руководитель, пока еще не созданного, он будет создан чуть-чуть позднее, в апреле, отделом номер 25 ОКБ-1 Сергей Павлович Каралев. Дмитрий Ильич Козлов очень примечательная личность для того времени. Он был секретарем знаменитого Совета Главных Конструкторов, и он же принимал в партию Сергея Павловича Каралева. Поэтому партийный был работник такой. Вот вы обратите внимание, да, у него не было левой руки, да, но это он прошел войну и потерял воробку при оборонении мудрох. Вот перед вами основные ракеты семейства Р-7, да, ракета 1957 года конструкции Каралева Р-7, ракета «Восток» 1961 года. Почему «Восток»? То есть название ракеты-носители получали по тому космическому кораблю, которое они выводили. То есть «Восток» — это тот космический корабль, который вывел в космос Юрий Алексеевич Гагарин. И ракета-носитель 8К-72, она получила название «Восток». Но вот обратите внимание, здесь на картинке четко видно, что все они приблизительно одинаковые, конструкционно одинаковые, и постоянно добавляются какие-то новые элементы. Так вот, ракета-носитель «Восток» и ракета Р-7, она стала базовой для целого семейского ракета-носителя, «Восток» и в том числе для того союза, который стоит у нас сейчас на проспекте Лени. В них постепенно добавлялись ступени, и одна из ступеней — это ступень к ракете-носитель «Восток», а «Восток» — это вторая ступень от ракеты Р-9А. Ну, они немножко похожи. Почему нужно было создавать такую смесь? Ну, была бы и Арсения, и была бы, да? Чего бы? Вывела же она в космос Гагарина — все хорошо. Дело в том, что ракеты нужны были такие… Все время нужны были более мощные ракеты. Нужно было выводить все больше вес на орбиту, и ракета «Союз» уже в конструкции — это первая ракета-носитель самостоятельного, так скажем, самостоятельной конструкторской разработки самарских ракетостроителей в 1966 году была запущена. Она могла выводить на орбиту до 7 тонн. Это необходимая масса для того, чтобы выводить достаточно тяжелые спутники и космические корабли. А то промежуточные фазы — это ракета-носитель «Басок». Ну, здесь нет ракета-носитель «Молния», который делался совместно с ОКБ-1 и нашим ЦСКБ под руководством Козлова. Ракета-носитель «Молния», кроме того, что выполняла военные функции, то есть запускала на орбиту военные спутники, она еще использовалась для выведения на нужную траекторию станций «Луна». «Молния». Но у нас было запущено их целых 24 штуки в период с 1959 до 1976 года. Вот это ракета «Ир-9». Обратите внимание, эта ракета, в общем-то, для внесения атомного заряда, для ведения ядерных бомбардировок и для каких-то космических целей она не использовалась. В основном запускалась в шахтном режиме. Но перед вами ракета-носитель «Н-1», знаменитая, по-разному называют эту ракету, «Королевская красавица», «Царь-ракета». Эта ракета была создана для реализации пилотируемой лунной программы. Сейчас много говорят о том, что нужно начать заново лунную программу. И, в общем-то, у нас в Самаре опыт создания таких тяжелых ракет-носителей был. И, на мой взгляд, этот опыт был достаточно успешный, потому что те наработки, которые были достигнуты в период производства «Н-1», они были использованы в дальнейшем при создании нашего шаттла «Энергий Бурак». Эта ракета была больше «Союза», больше «Р-7», понятно, но приблизительно в три раза. Высота ее 105 метров целиком представьте. Двигатели к ней создавались в ОКБ 276 Кузнецова. Вся она, в общем-то, собиралась на заводе «Прогресс». Отдельные элементы ее собирались. Потому что собрать и в сборе ее доставить на Байконур для запуска было невозможно. Для этого был создан специальный филиал завода «Прогресс», авиационного завода, где осуществлялась сборка этой ракеты. То есть там на Байконуре есть ЦК, и наши специалисты туда ездят для того, чтобы осуществлять сборку ракеты «Н-1», но и других ракет-носителей. Вот что примечательно, ракета «Н-1» так и не взлетела. В смысле, не достигла своей цели. Она взлетела четыре раза, и все четыре раза запуски были неудачными. Последний запуск состоялся в 1972 году, четвертый запуск. И ракета пролетела в 114 секунд. И, в общем-то, разрушилась из-за того, что произошел так называемый гидроудар. Резко отключились двигатели первой ступени, и разорвался топливный насос. В результате возник пожар, и система отключила все остальные двигатели. Это было все-таки конструкционной недоработкой ОКБ, специалистов ОКБ-1, а не самарских специалистов, которые, в общем-то, вся вина за неудачные пуски была свалена на двигателе Николая Дмитриевича Кузнецова. Интересно, что на пятом экземпляре ракеты Н1 был установлен знаменитый двигатель НК-33. Эти двигатели, они уникальны чем? У них ресурс работы превышает в несколько десятков раз нужный ресурс работы для запуска ракеты. То есть необходимо, чтобы первая ступень отработала 114 секунд. На стенде двигатель работал значительно больше, в дальнейших таких тысяч секунд. Получалось, что в 1972 году, вот у нас традиционно считают, что в 1974 году у нас программу лунную свернули. На самом деле, удалось выяснить, первый приказ по заводу «Прогресс» о том, чтобы свернуть полностью лунную программу и работы по Н1 состоялся в 1972 году. На мой взгляд, связано это было не с конструкционными ошибками, не с какими-то проблемами с двигателями и так далее. И даже, как принято считать, с экономическими трудностями в стране, официальные отчеты государственного бюджета позволяли нам эти ракеты делать без какого-то определенного напряжения. Так вот, основной причиной, на мой взгляд, были договоренности, которые были достигнуты президентом Никсоном и Леонидом Ильичем Брежневым в Москве. То, что опубликовано, дает нам возможность говорить, что да, нам было запрещено развертывать на территории страны, мы договорились так, пусковые установки, ракет свыше 80 тонн. И это у нас, в общем-то, состояло. Так вот, ракеты, эти работы были свернуты именно в 1972 году. В 1974 году состоялось официальное закрепление, и ракета «Инадин», она прекратила свое существование. Двигатели ракеты «Инадин» были сохранены на СНТК имени Кузнецова, на управленческом, и в дальнейшем с успехом устанавливались на американских ракетах «Атлас» и «Таус». Вот, что касается начала формирования комплекса. С завершением формирования комплекса в 1974 году можно считать образование Центрального специализированного конструкторского бюро, которое стало самостоятельным конструкторским бюро и перестало зависеть от московского, административно перестало зависеть. От московского. Но здесь у нас на слайдах первые советские космонавты. Они по традиции королевской, как уже во многих источниках сказано было, приземлялись и прилетали в Самару. Курбышев тогда, это вот Ира Алексеевич Гагарин на даче на просеке первым подписывает экземпляр газеты. А вот здесь на нижней фотографии Бурковский и Терешкова вместе с первым директором завода «Прогресс» Литвиновым и на тот момент директором завода «Прогресс» Абрамовым. Ну, о Литвинове можно рассказывать много, очень интересный был человек, потому что, ну, во-первых, после руководства завода «Прогресс» он стал заместителем министра общего машиностроения, руководил Курбышевским совнаркозом. И примечательно, что в период, когда он был директором «Прогресса», он понимал, что людям необходимо где-то жить, так как с началом работ по Н1 пришлось принимать еще людей, до 2000 человек пришлось принять на завод. Он втайне от партийных органов построил гипсовый завод, за что получил партийный выговор, а когда партии разобрались, в чем дело, он получил очередную премию. Вот, очень интересный был момент, но нужно сказать, что, конечно, забота о рабочих в тот момент была, и даже электрички приходили на старую платформу «Мирный» за полчаса до начала смены, потому что подвозить рабочих необходимо было с разных концов области, из Кенеля, некоторые ездили из Отрадном, из Попвесневых, то есть достаточно большая была география. Здесь у нас на слайде спутник «Зенит-2», это второе направление работы комплекса, спутник «Зенит-2» — это фоторазведательный спутник. Начало его производства на наших предприятиях, на заводе «Порогресс» в 1962 году, в 1964 году всю работу по спутникам фоторазведки «Королев» передал Козлову, и все эти спутники у нас до сих пор развиваются. Вот спутник «Зенит-2» — это уже самостоятельная разработка, ЦСКБ «Порогресс», он был запущен в 1974 году. Но можно еще несколько, я думаю, нужно сказать несколько слов о том, что наш комплекс мог полностью забрать себе всю пилотированную космонавтику. Дело в том, что с 1962 до 1968 года разрабатывался такой проект корабля «Союз ВАИ». Отчасти вот он нашел отражение в спутнике «Зенит-2» — там два космонавта располагали, он был рассчитан на двоих космонавтов, два космонавта располагались друг напротив друга, и суть этого корабля — космонавты должны были выйти в открытый космос, один космонавт, и спокойно разобрать спутник противника. Вот. Ну, соответственно, фоторазведывательные судьи. Потом американцы это дело просмотрели и сообразили, что нужно устанавливать системы самоуничтожения спутников в этом случае, в случае непроникновения. И программа «Союз ВАИ» была свернута, но свернута даже не поэтому, а потому что как раз в тот момент, после смерти Сергея Павловича Королева, возглавил ОКБ-1 Василий Мишин, а так как у них разработок таких передовых пока на тот момент не было, а тут еще куйбышские товарищи наседают, ну как-то. Конечно, они дали куйбышским товарищам такие задания, чтобы куйбышские товарищи не разрабатывали пилотированные корабли в дальнейшем и оставили эту тему за ОКБ-1. Но в дальнейшем после свертывания лунной программы два направления у нас закрепились и, пожалуй, самым крупным, проектом стал проект «Энергия Буран», который был реализован в 87-м, первый запуск этой ракеты состоялся. Работы по ним начались в 76-м, то есть через два года после свертывания лунной программы. И в 88-м уже на Баккануре приземлился сам космический корабль «Буран», но в беспилотном варианте. Так он у нас в пилотированном варианте не крытил. Эта ракета уже имела возможность выводить, если Н-1 выводила 80 тонн, то энергия выводила до 100 тонн.